Требование было чистить до бордюра, так чтобы бордюр был показан, чтобы было видно. Смотрите, украдено от дороги практически полметра. Объезд начался с дворовых территорий в микрорайоне Навлянский. Автомобильные дороги, городской и районной сети привести в порядок удалось. А вот проезды во дворах, хоть и почищены, но еще не соответствуют всем требованиям. В частности, на улице Западная. Дорога почищена, опять же не до конца. Парковочные места не вычищены. В выходные дни в центральной части города работы шли в усиленном режиме. На улице Победа качество очистки территории от снега заметно выше. Здесь чистят до твердого покрытия, как дорожное полотно, так и тротуара. В микрорайоне Лопатинский полностью очистили дороги и площадь перед дворцом культуры Юбилейный. Место, где нередко можно увидеть любителей зимнего дрифта. А вот во дворах не везде такая идеальная картина. Однако уборка продолжается. На улице, во дворы выведены 100% техники, людей для уборки. Ежедневно мы контролировали уборку снега. Но на сегодняшний день, после сегодняшнего объезда, можно подвести некоторый уже итог. Да, сделано много работы. Да, убрано много снега. Выведено порядка 500 кубов снега со дворовых территорий. Но и тем не менее, работы предстоит еще много. Январский снегопад преподнес действительно сюрприз. Сейчас погода будто дает коммунальным службам передышку. Справиться с последствиями разбушевавшейся стихии время есть. Ближайшую неделю температура в дневные часы едва ли достигнет минус 5 градусов по Цельсию. И обильных осадков пока не ожидается. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.